Друзья, всем привет! Все уже уходят с работы, я, конечно же, тоже, я же не буду задерживаться. Вчера, конечно же, я ничего не приготовила, и, видимо, даже не собиралась, так что готовить все вот сегодня. Я им даю еду на всю неделю, чтобы на работу брать. Так что сейчас с вами приедем домой, меня уже ждет Олег, и что-нибудь приготовим. Ну, как бы, я-то, в принципе, знаю, что я буду готовить. Заодно поболтаем с вами. Ну, а я поехала. Так, друзья, ну что, решил зайти в м-видео. Ну, конечно, предварительно я посмотрела на разных сайтах, вафельницы и так далее. Да, конечно, хлипенько все. Это вообще в разные стороны шатается. Ну, они вообще прям максимально дешевые. До двух тысяч вот это вот самое. Три-сто девяносто. Ну, это вообще что такое? Это что такое? А панели у них съемные? Нет, не съемные. А у самой дорогой. У самой дорогой съемные. Ну, вот это вот. Вот это вот, это мне вообще прям никак не нравится. Так, домой приду, расскажу вам, почему я решила зайти в м-видео. И вообще. Так, а что такое? Антипригарное покрытие. Блинчики все готовить. Это вот, наверное, для блинчиков, по-моему, я так предполагаю. Ну, да. Так, домой приду, расскажу вам, что меня вдруг занесло в м-видео. Здесь, конечно, есть гораздо дороже. Но это уже гриль. Это меня как бы совсем не интересует. Тефалевские. Так, ну ладно. Гриль мне точно не нужен. Так, ладно, домой приду, расскажу вам. Для какой цели я сюда пришла, собственно говоря. Ну, надо отсюда валить. Где выход? М-видео. Это у нас вагомолье я зашла. Друзья, я уже дома. Сходила. Для чего я вам хотела рассказать, для чего же я ходила в м-видео. Помните, да, я им рассказывала, что... Подумала, что у меня не работает вапельница. Оказалось, что все хорошо, все работает. Но именно для вапельницы панели уже никуда не угодно. И их надо заменить. Поэтому я... Поэтому я сегодня в интернете. Весь интернет сегодня перерыва вообще с ног на головы. Оказалось, что панели именно к моей вапельнице уже нету. Потом болтали с Натахой, а она провела расследование и выяснила, что произошел рейбрейдинг. И уже выпустили такую же вапельницу под другим названием. Но ни для той, ни для этой никогда не было... То есть панели сами снимаются, но не было отдельных панелей. Их никогда не продавали. Очень жалко. Сейчас я вам покажу, какое у меня состояние. Все, все покоцаны. Этим пользоваться уже категорически нельзя. Вот. Но я решила, что я не буду выкидывать... Ни в коем случае не буду выкидывать эту вапельницу. Я ее просто подарю маме. Там есть еще две сменные панели. Сейчас покажу, какие. Одна для... Сейчас, сейчас, сейчас. Одна для пиццы или для гриля. И еще сменная панель. Сейчас я уложу сразу. Для сэндвичей. Ну вот мама будет Витьку делать сэндвичи по утрам. И вот панели для сэндвича. Они прям в хорошем состоянии. Вот. А я себе просто-напросто куплю другому. Я уже себе присмотрела. Редман. Даже позвонила уже на эту фирму. Спросила, для каких вапельниц есть именно панели, которые продаются, которые нужно менять. Присмотрела себе, уже подобрала. Знаю, какая цена. Цена приблизительно. Если это вариант, который стоял на витрине, витринный вариант, то они стоят где-то от 2 500 до 2 700. Либо в каких-то там магазинчиках, магазин-склад так называемый. Он есть на Полежаевской. Еще, оказывается, есть у нас здесь на проспекте Мира. Зафиксировала себе на ссылочку. Это на всякий случай. Вдруг поеду. Тем более проспект Мира рядом. Но другой вопрос. В каком они состоянии? Может, это вообще там в ужасном состоянии, в отвратительном. Хотя я позвонила, сказать, что все нормально. Осталось 2 штуки. Типа приезжайте. Стоит, по-моему, 2 750, что ли. Они продаются уже с 3 панелями. А следующие панели просто можно докупить на этой же фирме. В этом же магазине. Они стоят что-то 900 рублей. Но Денис Натахе купил. Она уже заменила себе панель вафельную. Именно для вафель. По-моему, 700 или 750 рублей, что ли, стоили. Вот. Короче, так. Так что маме отдам эту. А я думаю, она вполне будет не против. А себе просто заменю. Так, друзья, у нас с вами сегодня ролик такой. Домашняя кухня. Так как я все-таки не успела нифига ничего приготовить. После шашлыков. Я что-то там взоренилась, туда-сюда, там, пока ролик монтировала. В общем, решила, что буду готовить сегодня. У меня будет сегодня пюре. Я сделаю фаршированный перчик. У меня перчиков много просто. Штук 5. Вот я себе 2 сделаю. Это получится 4 порции. Для меня хватит. У меня есть фарш. Рис варю уже. Такой аль денте сделаю, потому что он потом дойдет. И у меня есть кусочек индейки. Сделаю в сливках. У меня есть небольшой пакетик сливок. На гарнир будет пюрешка. Наверное, рис с кукурузой и цветной капустой. А может быть, второго гарнира вообще не будет. Потому что у меня есть кабачок. Может быть, просто порежу и пожарю колечками кабачки. Такие потолще сделаю. А супчик, знаете, какой я решила сделать? Чуть я думала, думала, голову ломала. Блин. У меня, короче говоря, зимой остался кабачок. Такой томати с морковкой. Короче, сделаю суп с кабачками. Картофельный суп с кабачками. По-моему, будет супер. Вот, пол баночки осталось у меня. Как раз на суп хватит. Так, пока у меня тут рис варится, картошка варится, бульон. У меня куриный подогревается. Сегодня так смешно было. Такой день вообще сегодня. Ну, какой-то такой. Прикольный весь. Сегодня утром мне надо было вообще побежать перед работой, сделать кое-какое дело. Но сорвалось дело. Какие у нас сотрудники классные? Так как несколько сотрудников мне написало там. Типа, Ирина, сегодня директор придет раньше, у него зум. Давай быстро рви когти без опозданий. А, к сожалению, я опаздываю на работу минут на 10, на 5. Вот так вот. Почти всегда. Каюсь. Короче, надеюсь, директор не будет смотреть мой ролик. Вот. И это самое. Ну, то есть, молодцы ребята подсказали. Ну, и, короче, я вообще на работу приехала. Без 20, что-то 9, что ли. Прям захожу. И буквально там, ну, пока кофеварку пошла там настраивать. Там еще что-то такое. Там чаи там расставлять. И там кто-то мне уже и сотрудник, директор пришел. Я такая, господи, как я вовремя. Я такая, мимо прохожу. И сразу, ну, там, говорю, здрасте. Там, то да сё. Поздоровались. Вот. В общем, короче, сегодня я приехала вовремя, как надо. И слава богу. Вот. А вообще у нас столько моментов сегодня смешных. Так. Буду по ходу готовить и что-нибудь вам рассказывать. Ну, еще у нас такой смешный момент был один. На работе я села. Сейчас тут чуть-чуть поделаю и к вам вернусь. Ладно? А то разговаривать и делать одновременно невозможно. Тем более мне пора уже рис. Порамоваться. Ну, или хотя бы просто слить через дуршлаг. Так. Я вернусь к вам. Короче. Сегодня тоже такой разговор был смешной. Мы там с ребятами. Ну, так как у меня еды не было, ребята меня позвали пообедать. Значит, я с ними пошла. Ну, сидим, обедаем. И один там рассказывает. Ну, там что-то стало вспоминать юношеские годы, как они там ездили от института. На картошку. То, сё, пятдесятое. Вот. И потом вспомнил про то, что какой он там был маленький, что он там у родителей спрашивал. И такой говорит. А я, говорит, у своей мамы, у своих родителей спрашиваю. Мам, а где, говорит, вы меня нашли? Мама ему говорит, в капусте. Ну, до какого-то, говорит, момента мне этого ответа вполне хватило. Прошло ещё какое-то время. Там, ну, он стал старше, взрослее. И как бы опять маму, там, папа спрашивает. Мам, а как вы меня нашли в капусте, если я родился в декабре? Мама такая. Да в зимней капусте. Короче, что-то поржали мы на эту тему. Смешно было. Вот. И я вдруг такая думаю. Надо меня в маму хоть спросить. Интересно. Я такие вопросы вообще задавала. Вот, друзья, а вы задавали такие вопросы? Вот интересно, вы или там ваши дети, или, может быть, внуки ваши своим родителям, как они задают такие вопросы? Вот интересно даже. Напишите, пожалуйста. Кстати, сейчас я картошку дорежу. Давайте сейчас позвоню маме и на громкой связи спросим у неё. Спрашивала ли я и Витя с Викой. Мама когда-нибудь. Где мы родились и как мы родились. Как нас нашли и вообще как мы появились. Сейчас я спрошу. У меня самое даже интересно, потому что я не помню уже, когда-нибудь задавала ли я такой вопрос или нет. Сейчас. Так, картошка у меня варится. Тихонечко, не торопясь. Сейчас закинула и позвоню. Так, так, так. Так, так. Так, так. что к маме не подходит алё мам мам привет чё как дела а я с рабочего у меня этот мой мобильный я с него видосы делаю да увидите скоро день рождения да 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 надо не забыть поздравить его мы кстати справлять то в итоге будем день рождения ты его ну а чё мне в субботу в итоге приезжать ну созвонимся сюда созвонимся ближе к делу слышь мам будет как раз как раз по поводу дня рождения мама вот я когда родилась я у тебя вообще ну постарше стала я у вас с папой спрашивала где вы меня нашли как я родилась и вообще и чего-нибудь спрашивала и чего мне отвечали я не знаю почему у меня так вышло от меня я с тобой гуляла это была зима была шел снег а ты снежинки любила ловить рту ну холодная вроде бы как это ну не разрешала тебе не надо не надо вот на санках поехали а ты меня спросил я не знаю почему так вышел какой неразговор чего ты это спросила откуда я взялась в смысле ты откуда ты взялась как ты появилась какой то вопрос ты мне задала такой но я взяла вот в этот момент и от снежинки короче родилась а ведь к свекой чего не спрашивали когда-нибудь а ведь к свекой что не спрашивали они они вот я не помню ну как-то мне вот ты прям запомнилась они видимо не спрашивали даже знаешь почему 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 потому что вот мы жили все в одной комнате вот здесь берегу да они знают что вот я сплю с папой а может тоже период жизни такой ну ясно ясно ну ладно давайте я еще попозже перезвоню я просто кушать готовлю заодно тебе просто решил позвонить давай видеть привет передавай все давай пока давай давай пока снежинка я от снежинки надо было назвать иришка снежинка мамка иж молодец еще то выдумщица она кстати мне всегда в детстве сказки рассказывал книжки читала молодец вот даже когда вика приезжает со своими детьми прилетает из из болгарии мама всегда своим внукам книги читает она прям вообще ангел я сейчас ну конечно не могу точно сказать но по-моему ангел прям ее слушает она с ним занимается а вот это что а это что ну в общем так все как положено я уж не знаю читает ли вика ангел сказки и все на и все такое не знаю так что друзья это же интересно вспомнить и узнать откуда мы появились чем мы спрашивали своих родителей а главное что они нам рассказывали ну в общем вот так я уже начинают фаршировать перец отвлекусь пока потому что тяжело сосредоточиться а то что у меня тут много всего уже расставлено так если кто хочет посмотреть как я шинкую морковку сейчас я вам направлю камеру прям на досочку сейчас чуть поправим и тихонечко так тихонечко не торопясь когда мне не хочется на терке тереть морковку я вот ее вот так вот быстренько быстренько всем видно нет никому не видно так главное вы не повторяйте за мной это чуть опасненько можно это пальцы покромсать это морковка у меня пойдет перчик я и не буду обжарить перчик я буду запекать духовке и морковку прям положу на фольгу на который как раз меня будут запекать перчики масло масло для жарки не очень много распределим по поверхности сюда как раз морковочку лук у меня уже как удобно сделать так вот так вот так что я даже есть захотела ну ладно сейчас скоро и поедим потом я хочу сверху сыром засыпать и уже в конце поставить еще раз духовку чтоб сыр расплавился весь чувствую чувствую вкусно будет сюда точно гарнир не нужен куда-то куда перец огромный фарша много получается прям самостоятельное блюдо что такое самостоятельное блюдо вы знаете это блюдо которое можно есть без гарнира она называется самостоятельно вот например как этот перец перец это уже как аля гарнир а фарш с рисом но тоже уже вот фактически имя им и мясо есть и тот же самый гарнир это рис так что это считается уже самостоятельным блюдом и гарнир сюда делать не обязательно мне правда будет еще картошку пюре кто самый голодный может конечно же кушать и есть с гарниром наверное самая голодная сейчас я потому что я пришла еще ничего не ела так вот мне тут осталось немножко я сделаю пару пару ежек и все один и второй отлично сейчас поставлю в духовку это пока вас отключу помою посуду чтобы вы не слушали друзья надеюсь что вы дома готовите точно с таким же удовольствием как и я так друзья я к вам вернулась суп у меня почти готов так кстати зелень для супа я чуть не забыла у меня нет лаврушки но так как в кабачке кстати вот суп я кину одну острую перчинку пожалуй но так как у меня кабачки были пряные фаршированные почему фаршированные это консервированные зимние которые то в них как бы уже есть пряность поэтому ну я думаю что ничего страшного что у меня нет лаврового листа ничего страшного прям вот от слова совсем так я уже режу индейку обжарю ее слегка залию водичкой поставлю под крышечку и пусть потихонечку себе тушится вот в конце добавлю морковку лука у меня нет лука нет но ничего страшного так зато зато у меня есть кусочек ананаса манго я сделал себе фруктовый салат а у меня еще есть мороженое не манго не буду просто ананас с мороженым десерт у меня будет такой уюю ей отличная прекрасная это это все потому что я не голодная я есть хочу поэтому не лезут всякие мысли лишь бы чего поесть и побольше по моему это так так жирок удаляем все удаляем так друзья после нашей тусы на даче вы хоть напишите кто-то кроме нас открыл уже сезон шашлыков может быть кто-то уже на дачу ездил тоже пишите не стесняйтесь так картошка у меня тоже готова можно уже потолочь сейчас я молоко чуть подогрею так ну и собственно можно будет ставить индейку я говорю у меня как-то все быстро происходит иногда даже не успеваю следить за тем что я готовлю шучу конечно так картошка готова сто процентов чуть-чуть водички солью немножко оставил ой прям запахло перчиком у моих классно как так ничего чуть суп не не кипит давай закипать тихонечку так картофанчик сейчас молоко подогрею зелень мне надо пошинковать вот что-то мне кажется я опять много наготовила наверное я что там с нашим перцем стоит побольше это самое мне кажется чего хотела сказать то что я много всего наготовила и мне кажется кабачки я уже не буду жарить сегодня оставлю их на следующий раз что-то многовато молока ну ладно если что в чай использую я кстати очень люблю пить чай с молоком да не знаю почему мне прям нравится чай с молоком очень чуть-чуть и маслица масло немножко осталось но как раз мне хватит на картошку и может на какой-нибудь бутер вечером опять я проведу бутер вечером кстати мне осталось немножко соуса от китайской утки надо будет тоже его использовать может даже в индейку чем не надо чем не надо чем я буду толочь вот масло еще не растаяло до конца да друзья кстати хотел у вас поинтересоваться так как у меня прибавились подписчики многие стали опять интересоваться рассказом обо мне ну чтобы я рассказала о себе хоть немножко так вот у меня тут появилась идея так как я не смогла постримить ну в смысле в прямом эфире пойти погулять по улице в прошлые будни и выходные тоже не особо так потешено делать вот у меня появилась идея как вы смотрите на то что если я в пятницу вечером например в пятницу вечером я понимаю что в пятницу просто все разъезжаются куда-то там уезжают и возможно ну никто не поддержит это но можно если что в крайнем случае перенести это нет нельзя на четверг нельзя у меня дела в четверг не смогу короче останавливаемся на пятницу вечер что я приду с работы и выйду в прямой эфир и как раз поболтаем с вами в домашней атмосферке вот и заодно я еще раз расскажу о себе как меня зовут кто мои родители ну в общем в общем о своей семье вот ну и заодно вы может какие то вопросы будете задавать буду читать и это отвечать и рассказывать там и так далее в общем если вы поддерживаете эту тему пишите мне конечно если напишет человека ну не знаю там три то стоит ли это того сомневаюсь может тогда и не надо прямой эфир выходить потому что ну может быть многим это в принципе не интересно слушать обо мне правильно кто-то какой-то мужчина написал комментарий вот из под одним роликом что ну да конечно кому-то это возможно понравится типа просто так болтать дома там в прямом эфире и так далее типа вот мне например это не зайдет ну как бы стрим например прогулка для него бы зашла вот болтать обо мне ну наверное ему это не очень интересно и да он был прав что действительно стрим это тяжеловато потому что надо постоянно идти что-то рассказывать там и так далее так как я не сильно много разговорчиваю вряд ли я вам там много чего наболтаю в прямом эфире в стриме по прогулке например по Москве вот а так записал видос смонтировал его и выпустил если что что-то там можно вечно подкорректировать ну то есть всегда можно подкорректировать так сейчас еще кину яичко может быть даже не целая потому что слишком маловато картошечки у меня тут так где у меня тут может быть даже да не целая все таки где все мои крышечки так что друзья жду от вас комментариев ответов на эту тему по поводу тайного эфира в пятницу вечер все забились в пятницу вечер веничком конечно потепали не очень но все равно скоро кастрюки уже надо будет пора менять так готово так супчик тоже у меня готов чувствую чувствую где это убрать я это знаете буду чай пить с молоком яйцо подойдет потом для кабачков буду делать так зелень у меня уже мытая это то что я покупала на шашлыки мы не использовали ее всю так по моему уже перчик готов морковь морковочка тоже вон дошла уже видите как красиво порезана соломочка да вот так вот кто не умеет резать не пытайтесь так делать так ну и все а сыр я же хотела сыром еще запечь точно сыр то у меня где так у меня по моему много было сыра такого что прям уже так нет это что это не то это что ой нет нет сыра ну такого что прям это не подойдет это блючис тоже не подойдет это не подойдет где же не был сыр ой 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 вот он вот сыр сейчас чуть отрежу кусочки и прям сюда вот такие пласты прям положила не буду на терке тереть мне это не к чему индейка индейка вон тушится у меня надо пойти шаганечек сделать что-то как-то сильно все-таки я чуть-чуть она постояла замариновала чуть-чуть в том китайском соусе для пекинской утки то которая это делала так ладно сыр меньше слов больше дел так ну пока тут моя индейка доходит я уже подготовила кстати молоко смешала со сливками что добро пропадать картошечку переложила уже ой как все-таки морковка нежно-красиво тоненько нарезана господи какая же я рукодельница так ну что вкус нужен никто не отменял блин вот что значит я есть сильно хочу кстати надо еще свеже огурчик порезать и вот такой вот у меня десертик я же вам говорила у меня будет мороженое с ананасом господи как же вкусно так друзья ну что я надеюсь вам понравился этот ролик он правда такой домашненький чуть-чуть я думаю ничего страшного должно быть разнообразие не забывайте пожалуйста ставить мне лайки большое вам спасибо за это делитесь моим каналом смотрите своими друзьями знакомыми не забывайте комментировать друзья ну что пусть наши родители для нас останутся такими же сообразителями в ответах для нас а мы для них остаемся чуть-чуть наивными с вами я ваш баба таз хорошего вечера я не знаю что это я Продолжение следует...